Моё первое видео обновление, пришедшее к тебе из Афин, Греция, в этот четверг утром. Давай поговорим о некоторых новостях, и давайте быстро обновим информацию относительно вчерашнего признания Брюсселя во время заявления о том, что в этом конфликте с Россией погибло 100. Я цитирую 100 украинских офицеров. 100 человек, потери украинских офицеров, это то, что она сказала, потери военных офицеров. Это то, что она сказала на днях во время заявления, которое стало вирусным. А затем Европейский Союз удалил видео, они удалили видео, они отредактировали эту часть, затем они повторно загрузили его вместе с этой частью. И это просто вызвало полный пиар-беспорядок для Европейского Союза. И у вас есть всевозможные коллективные западные чиновники, пытающиеся объяснить заявление брюссельского пирата относительно числа жертв, понесенных украинскими военными. И еще раз повторяю, заявление Урсулы состояло в том, что 100 военных офицеров. Это те цифры потерь, которые она выпалила, которые она вычитала из сценария, которые она целенаправленно хотела там опубликовать, кто знает, есть много теорий относительно того, почему брюссельский пират раскрыл эти цифры. Но у тебя же есть пресс-секретарь Европейского Союза, пытающаяся объяснить это БУБУ, который устроил Ван Дер Кризи. И позволь мне зачитать тебе, что они говорят. И это исходит от RT. Впоследствии самоцензура была подтверждена, и они говорят о том, чтобы снять видео, отредактировать его, удалить это предложение с номерами жертв, а затем повторно загрузить его, что было просто совершенно глупым шагом. Очень-очень глупый поступок. В любом случае, похоже, что эти люди в Европе не понимают, что когда ты что-то говоришь, и это попадает в интернет, это происходит в интернете. Я имею в виду, что ты не можешь, у тебя не так много возможностей, когда дело доходит до интернета, если таковые имеются. В любом случае, это то, что здесь происходит, согласно Европейскому Союзу. Самоцензура впоследствии была подтверждена пресс-секретарем Данны Спиннет, заявившей, что это число было оценено из внешних источников и касалось всех жертв, убитых и раненых вместе взятых. Спиннет также поблагодарил всех, кто указал на неточность в первоначальной речи фон Дерлеен. Хорошо, значит, они признают, что пытались скрыть это, хорошо? Она поблагодарила всех за то, что указали на неточность. Извините меня, пресс-секретарь ЕС. В новом видео, которое вы только что загрузили, удалена строка о стажертвах, которая была в оригинальном видео. Что там происходит? В любом случае, спасибо, что указал на неточность между двумя видео. Если ты веришь этому оправданию, что брюссельский пират просто предоставил, цитирую оценку из внешних источников, и что она имела в виду всех жертв, убитых и раненых. Если ты веришь, что у меня есть грек, то вот и все. У меня есть грек, два греческих навесных замка, кстати, тоже очень больших навесных замка, и цепочка, которую я продам тебе, если ты купишь ее у этого. Послушай, мы все знаем, что одно можно сказать наверняка, все эти высокопоставленные должностные лица коллективного запада, они получают информацию о цифрах от Пентагона, от Министерства обороны Украины, от режима Оленского, от Министерства обороны Великобритании, они получают информацию о точном количестве жертвы и все, что происходит. Я уверен, что они получают инструктаж ежедневно и еженедельно, значит, они знают точные цифры. Но они пытаются сказать, что это была всего лишь оценка. Оценка. Она просто выкинула цифру, потому что понятия не имеет. Она понятия не имеет, что происходит. Несмотря на то, что Европейский Союз направляет миллиарды и миллиарды в Украину, они деиндустриализируют экономику всех своих государств, членов ЕС. Но она понятия не имеет, что происходит. Она работает, исходя из оценок. Если она работает, исходя из оценок, то мы все действительно облажались, это точно. Если у ответственных людей есть только оценки, что же, тогда мы действительно облажались. И есть еще одна очень любопытная вещь в этом заявлении. Значит, она дает оценку убитым и раненым. Так вот, какова ее оценка. Значит, она говорит, что у меня только что было 100 тысяч... Есть 100 тысяч жертв, убитыми и раненными. Почему бы ей не сказать об этом в своем заявлении? Я имею в виду, если бы она хотела уточнить, что это все, почему бы ей не сказать, что я даю оценку? Почему бы ей не сформулировать это так? И оценка потерь, включая убитых и раненых, составляет 100, нет, потому что, когда вы произносите слово потери, это подразумевается как Киа на крайней мере, я пришел к такому выводу. Иначе ты бы сказал, что Киа закончилась, конец раненым, 100 жертв и раненых. Я не знаю, вот как бы я это сформулировал. Может быть, тут я ошибаюсь. Но имей в виду, что брюссельский пират был еще и министром обороны Германии. Имей это в виду. И ты говоришь мне, что министр обороны Германии, бывший министр обороны Германии, не имеет представления обо всех этих вещах, убитых и раненых жертвах, обо всех этих вещах. Она понятия не имеет. Она просто работает на основе простых оценок. Я не знаю, 50, 100, 100 или 50, что угодно. Я включу это в официальное заявление. Я включу оценки этой важности в официальное заявление. Я ни на что из этого не куплюсь. Я не думаю, что кто-то на это купится. В любом случае, Аристович тоже был багдадским бобом режима Олески. Он тоже занимался каким-то ущербом, и он пошел на украинское, я думаю, это было украинское ток-шоу, телешоу. И он сказал, что номер есть, и я верю, позволь мне поднять его здесь. Да, он сказал, что номер 10 убит. Видишь? Он говорит, что уже 10 убит. Вот что. Вот что он сказал. Он сказал, я бы никогда не назвал это число и держал бы его в секрете. Вот что сказал по этому поводу Аристович в этом ток-шоу. Так вот он сказал 10 убитых которых. Окей, я думаю, что это был только Мариуполь. Я имею в виду, что в значительной степени было подтверждено, что это были 10 отборочных парней, или по крайней мере, как минимум 7 отборочных парней, которые были устранены только в одном Мариуполе. Очевидно, что Адастович, будучи багдадским бобом, сильно преувеличивает цифру. В любом случае, это последние новости о брюссельском пирате и о том, как она проговорилась о жертвах, о количестве жертв. Что, согласно брюссельскому пирату, означает раненых и убитых. И еще одна интересная часть этого заявления заключается в том, что она сказала, что в Украине погибло 20 мирных жителей. Это та часть, которую многие люди упускают из виду в ее заявлении. Но она также сказала, что в Украине также 20 жертв среди гражданского населения. Так она сказала во время своего заявления. Это оценка или откуда она взяла эту цифру? Так или иначе, это последнее обновление. И раз уж мы говорим об Украине, давай поговорим о том, как Оленский появился на саммите Нью-Йорк Таймс Дилбук вместе с Сэмом Банкманом Фридом из Экс. Вместе. И он, конечно, был хедлайнером. Вместе с Джанет Йеллен, вместе с Цуббатом. Все эти люди были у парням из Блэк-Рока Ларри Финком. Все эти люди были приглашены на этот саммит Нью-Йорк Таймс Дилбук потому, что этот саммит посвящен интервью с бизнес-провидцами, лидерами бизнес-мыслей-провидцами. А двумя хедлайнерами были Элленский СБФ Сэм Банкман Фрид из Экс. И вау, какой саммит из Нью-Йорк Таймс. Действительно, о многом говорит, когда Нью-Йорк Таймс упоминает Елленский, Сэма Банкмана Фрида и Джанет Йеллен как бизнес-лидеров и провидцов. Связующее звено коррупции. Ты хочешь знать, где связующее звено всего этого? Это Украина, чувак. Это Украина. Вот почему у тебя есть Экс, которая вела бизнес в Украине, отмывая, отмывая пожертвования и средства через Украину. Вот почему у тебя есть Элленский, которого, как я полагаю, парнем, который брал интервью у всех этих людей, был Соркин. Я думаю, так его зовут, Нью-Йорк Таймс, парень, который брал интервью у всех ведущих мероприятий. Я думаю, что он назвал цифру, когда брал интервью у Элленского, он назвал количество американских денег, пожертвованных Украине, 10 миллиардов, 500 миллиардов. Я думал о 97 миллиардах долларов, а теперь в Украину ушло 105 миллиардов долларов. А когда он спросил Элленского, что он думает по этому поводу, он не спросил его, есть ли у него эти деньги, куда эти деньги делись. Они прошли аудит. Он не спрашивал его ни о чем подобном. Что ты делаешь с этими деньгами? Ничего из этого. Когда он спросил Элленского, когда он спросил Элленского, достаточно ли этих денег, или США должны дать больше денег, или что ты говоришь, когда люди говорят, что это много денег, Еленский такой, дай мне еще. Он такой, смотри, это то, что сказал ему Еленский, и я перефразирую здесь. Еленский сказал, если ты не дашь нам денег, что же, тогда Россия собирается распространить эту войну на другие страны, и Еленский сказал, и даже на другие континенты, намекая на то, что он такой, смотри, это то, что сказал ему Еленский, и я перефразирую здесь мальчик, как бы это выразиться. Его гнусавый разум, это его гнусавый разум, если вы понимаете, что я имею в виду, он сказал, что намекал на этот факт, или пытался напугать общественность, чтобы она поверила в рассказ о том, что если налогоплательщики США не отдадут все деньги, которые у них есть, Украине мальчик, тогда Россия собирается вторгнуться в Соединенные Штаты. Значит, его основной предпосылкой было то, что мы боремся за тебя, верно? Мы слышали эту фразу. Эта фраза часто используется, когда ты пытаешься оправдать эти военные интервенции, эти войны и такого рода ползучие миссии. Ты часто используешь эту фразу. Мы сражаемся здесь, чтобы сражаться с ними там, чтобы нам не пришлось сражаться с ними здесь дома, верно? Разве это не то, что использовал Джордж Буш, когда он говорил о том, когда он пытался объяснить незаконное вторжение в Ирак и Афганистан, а также Рамсфилд Буш и все те парни. Они говорили, что мы собираемся сражаться с ними там, чтобы мы не сражались с ними здесь, что является что-то вроде реплики, которую использует Оленский. Дай Украине еще 100 миллиардов, давай сделаем это на 200 миллиардов здоровья. На днях он сказал один триллион. Давай сделаем это один триллионом, чтобы украинцы сражались с русскими здесь, чтобы вам, ребята, не пришлось сражаться с ними там. Во всяком случае, ведущий этого саммита в Нью-Йорк Таймс, он не задавал Калинске никаких сложных вопросов. Он не спрашивал его о минских соглашениях. Он не спрашивал его о том, куда идут деньги. Он ни о чем его не спрашивал. Он даже не спросил его о заявлении Ван Дерляйнаст о жертвах, которое произошло бум в тот день. В тот день оно упало. Он мог бы спросить Оленского, что вы думаете о количестве жертв в 100 человек? Почему ты не ведешь переговоров с Россией? Что происходит в Бахмуте? Что происходит на Донбассе? Что происходит в Мариинке? Что происходит в Углодаре? Почему ты эвакуируешься из Хасана? Ничего подобного. Вообще ничего подобного. Так что это было очень мягкое интервью. И в нем, по сути, в очередной раз было изображено Оленского как героическую фигуру, на которую американская общественность должна влить еще пару сотен миллиардов долларов. Такова была цель всего этого. А затем ты переходишь к Сэму Банкману Фриду и Экс, парню, который отмывал, по-видимому, предположительно, возможно, столько денег через Украину, и говоришь об интервью по софтболу. В основном, Сэм Банкман выступил в этом интервью, и я помещу ссылку ниже на несколько видео этого саммита в Нью-Йорк Таймс. В основном, Сэм Банкман Фрид здесь жертва. Он жертва. Вот на что они это сделали. Он жертва. Почему этот парень до сих пор не арестован? Почему этот парень до сих пор не в тюрьме? В любом случае, Сэм Банкман Фри по сути говорил, это не моя вина. Что я мог поделать? Я не знал, что что-то происходит. Я не знал, что происходит объединение средств. Другими словами, я не знал, что Экс инвестирует в свою другую компанию, Эламида, и все эти деньги, 8 миллиардов долларов денег инвесторов, были вложены в другие компании. Он возложил вину на того генерального директора, с которым, как я думаю, он встречался, насколько я понимаю. Я не уверен, что за история с этими двумя, но он возложил вину на нее и сказал, что она была вроде как, вот к чему он пришел. Она была той, кто замышлял что-то нехорошее. Он понятия не имел, что происходит до ноября. Ноябрь это первый день, когда он узнал, что все это происходит, и что в Экс и Аламеде была коррупция, было смешение. До этого он понятия не имел. И он возлагал вину за это на генерального директора, которым он был. И я думаю, что он был в некотором роде, я думаю, что на Багамах происходили всевозможные интрижки, и он возложил вину на нее. Сейчас она пытается добраться до Дубая. Она пытается сбежать и добраться до Дубая. И Роберт Барнс, он указал, что она не собирается, она не будет в безопасности в Дубае, если правительство США действительно захочет преследовать ее. Они могут преследовать ее в Дубае, они могут достать ее, но я думаю, она думает, что она будет в безопасности в Дубае. Дубай. В любом случае, дай мне посмотреть еще несколько цитат Сэма Бэнкмана Фрида. И я беру это из Зеру Хедж. Похоже, Сэм Бэнкман Фрид использует простую защиту Джека. Это именно то, чем он был, то, что он использовал. Ребята, я не знал. Что я могу тебе сказать? Я понятия не имел, что 8 миллиардов были потеряны. Я понятия не имел, что все эти деньги были влиты в Украину, а затем перетасованы обратно в США. Я понятия не имел, ни малейшего представления. Он сказал, что сказал, что Бэнкман Фрид заявил, что я не делал этого, я никогда не пытался кого-либо обмануть. Он так и сказал. Он сказал, что у меня ограниченный доступ к данным. Он вроде как основатель и руководитель всех этих компаний, и у него ограниченный доступ к данным. Если ты не знаешь, что происходит, то кто, черт возьми, знает, что происходит? Это что, безумный аргумент Урсулы Вандер? Я понятия не имею. Я просто использую оценку. Я просто использую оценку жертв. Я не знаю реального числа. Если ты не знаешь реального числа, то кто, черт возьми, знает реальное число? Если ты не знаешь, если у тебя не было доступа к данным, то у кого, черт возьми, тогда был доступ к данным. Так вот, что он сказал по этому поводу. На него надавил Соркин, это интервьюер. Когда на него надавил Соркин, банкир Фрид сказал, я сознательно не смешивал средства. Хорошо. Он тоже так сказал. Он сказал, что не руководил Аламедой, компанией, с которой он объединял средства вместе с Экс. И он сказал, что я нервничал из-за конфликта интересов, из-за того, что был слишком вовлечен. Там тоже интересная, интересная цитата. Да, он пытался свалить вину на, по-моему, ее зовут Элисон. Она была генеральным директором, его генеральным директором в Аламеде, но который он был. Он контролировал все эти инвестиции. Это был саммит Нью-Йорк Таймс по сделкам с книгами. Очень уместно, что Сэм Бэнк Мэн Крид и Алянский присутствовали на одном саммите. Абсолютно уместно, что они оба были там. К сожалению, цель этого саммита не состояла в том, чтобы разоблачить этих людей. Это не было целью этого саммита, и не было целью этого саммита задавать им сложные вопросы. И требовать от них ответов относительно того, что происходит со всей этой коррупцией в Украине и в Акси. Цель этого саммита состояла в том, чтобы обеспечить им прикрытие, выставить их героями, жертвами или просто ничего не подозревающими игроками. Ничего не подозревающими действующими лицами в этом масштабном событии, в этом масштабном скандале. Я понятия не имел, что происходит. Это был освобожденный Сэм Бэнк Мэн Клэн. Я понятия не имел, что происходит. Когда его спросили, беспокоится ли он о том, что его арестуют, он ответил, нет, правда нет. Он говорит, для этого еще будет время. Я постараюсь найти цитату. Я, наверное, не смогу найти это сейчас, но в любом случае я выведу это на экран. Когда его спросили о том, знаете ли вы, боитесь ли вы быть арестованным за все это, он сказал, прямо сейчас не совсем. Это знак. Это сигнал того, что кто-то социопат. Так вот это и есть саммит Нью-Йорк Таймс. И люди хлопали. Зрители 2 доллара 500, билет, насколько я понимаю, зрители хлопали. Они подбадривали Оленского. Они подбадривали Сэма Бэнкмана Фрида. Они хлопали всем этим людям, как будто они герои. Они провидцы. Это полный бардак. В любом случае, Европейский Союз охотится за Твиттером. Он охотится за Твиттером, и они охотятся за ним месяцами. Маск, большой сюрприз, действительно большой сюрприз. Итак, ЕС, они угрожают Илону Маску. Это так и есть, давайте посмотрим. Поскольку Илон Маск пообещал вести более честный и прозрачный Твиттер, который не будет вмешиваться в выборы, комиссар ЕС по внутреннему рынку Терри Бреттон в среду потребовал ужесточения цензуры, как сообщается, предупредив, что платформа может быть запрещена, если она не соответствует законам блока. Твиттер очень долго терял доверие и безопасность и вмешивался в выборы, написал Маск в Твиттере в среду, отвечая на заявление бывшего исполнительного директора Джоэла Рота, опубликованное агентством Reuters, о том, что его поглощение сделало компанию менее безопасной. Твиттер 20 будет гораздо более эффективным, прозрачным и беспристрастным. В течение часа Бреттон написал в Твиттере, что он приветствует намерение Маска подготовить Твиттер 20 к закону ЕС о цифровых услугах Д, закон, который должен вступить в силу в 2024 году. Он добавил, что платформе придется значительно усилить модерацию контента и, среди прочего, бороться с дезинформацией. Брентон приложил короткое видео с разговора, которое он провел с Маском, хотя и без какого-либо звука. По сути, этот закон ЕС гласит, что очень крупные платформы социальных сетей должны модерировать ненавистнические высказывания. Ты знаешь, они используют термин разжигания ненависти, и им приходится модерировать разжигание ненависти, иначе им грозят всевозможные штрафы, запреты и тому подобное. И в течение часа Маск написал в Твиттере, что Твиттер действительно вмешивается в выборы, признав, что Твиттер вмешивается в выборы. ЕС снял угрозу Маску. Говорю тебе. Я тебе говорю. Украина это объединяет их всех, не так ли? Маск, Старлинг, Сэм Бэнкман-Фрид, Экс, а потом у вас есть Оленский, который просто сидит посередине и собирает наличие. Мальчик, о мальчик. Я думаю, что я думаю, что Маск. Трудно понять, что я имею в виду, никто не знает, о чем думает Маск, какова его точка зрения на все это. Я сказал вчера, что, по-моему, одна из его точек зрения такова. Знаешь, послушай, у меня есть вся эта информация, и я могу ее использовать. Я могу выложить все это на всеобщее обозрение. Я думаю, что это одна из его точек зрения. Одна из причин владеть медиакомпанией заключается в том, что с помощью этой медиакомпании ты получаешь много информации и грязи о политическом классе, об элитном классе. Ты получаешь большую власть и много рычагов воздействия на элитный класс, и ты используешь эту власть и рычаги воздействия. Как я уже сказал вчера, Маск тоже написал об этом в своем твиттере. Сразу после моего видео его твит доказывает, что то, что я сказал вчера, правда. Это Маск говорит элитному классу. Посмотрите, твиттер вмешивается в выборы. У меня есть эта информация. Ты мне не веришь? Ты думаешь, я блефую? Испытай меня. Испытай меня. Это то, что он говорит, точно так же, как когда он говорит о ноутбуке, ноутбуке охотника. Он говорит, у меня есть вся информация. Ты мне не веришь? Попробуй меня. Так что какова его конечная точка зрения на все это, я не знаю. Я не знаю, в какую игру он играет, но я думаю, что можно привести аргумент, что Маск хочет избавиться от всей этой украинской Старлинг, коррупции Старлинг, спекуляции на войне. Это просто мое предчувствие, что он пытается найти способ избавиться от своего участия в Украине через Старлинг. Но я думаю, что это всего лишь небольшая ниточка к тому, каков его общий финал. В любом случае, он сигнализирует здесь признанием того, что у него есть информация. Я думаю, именно так можно воспринять этот твит о том, что у него есть информация о том, что Твиттер вмешивался в выборы. Он говорит с элитным классом, а он принадлежит к элитному классу. Вот почему я не могу понять его точку зрения, но он говорит всем, посмотрите политический класс. Он говорит, посмотрите, у меня теперь есть всевозможная информация. И ты знаешь, не дави на меня. Не дави на меня, иначе я разоблачу эту чушь. А у него есть власть раскрывать всевозможные секреты. У Маска есть всевозможные секреты, а что касается Украины, то по всей Украине зарыта всевозможная грязь. Я имею в виду, что это не только происходит, не только продолжается, это было в прошлом, и продолжает приносить всевозможные деньги глобалистской элите. Они зарабатывают миллиарды и миллиарды на Украине. Она не только делает это, она делала это в прошлом и продолжает ли делать. Но проблема Украины в том, что в Украине также похоронено много страшных секретов. Путин намекнул на это, когда произносил свою речь 24 февраля, перед началом специальной военной операции. Он сказал, что в Украине происходят всякие плохие вещи. Ньюленд, Ньюленд намекнула на это, когда она давала показания в Конгрессе, и она выступала в Сенате, она разговаривала с Рубьер. И она выпалила фразу об объектах исследовательских объектах. Я имею в виду, что там творятся всякие плохие вещи. И я думаю, что одна нить, одна нить с маском заключается в том, что он пытается понять, как мне из этого выбраться. Как мне выбраться из этого, из этого фиаско на Украине. Ведь это тонущий корабль, который внесет на дно самых разных людей страны. Он внесет на дно целые страны. Это уносит на дно Великобританию. Это уносит на дно Германию. Украина тонет в странах и экономиках. Это демилитаризирует Соединенные Штаты. Так что я думаю, что он прозревает, он провидит, поэтому он видит далеко вперед и говорит, мне нужно выбраться из этого. В любом случае, это всего лишь некоторые мысли относительно всего, что происходит в Твиттере. И именно поэтому ЕС сейчас преследует Маска. ЕС сейчас говорит, дерьмо, мы справились. Мы должны ему угрожать. У него есть вся эта информация. Мы должны пригрозить ему в ответ. Так что если ты не подчинишься нам, Маск, мы подвергнем тебя цензуре и сделаем это в Твиттере и тому подобном. Итак, ЕС, они также понимают, что у Маска есть всевозможная пикантная, пикантная информация о том, что делали все эти политические элиты. Имей в виду, у Маска есть все Дэмс. У него есть, у него есть все Твиты, очевидно, но у него есть все прямые сообщения. У него есть все это. Он, вероятно, даже знает веб-страницы, потому что я уверен, что Твиттер отслеживает пользователей, даже когда они покидают сайт Твиттер. Они отслеживают пользователей. Я уверен, что он даже знает, какие еще сайты посещали эти ребята. Так вот, это и есть видео, ребята. Мой мир клоунов должен быть таким. Ну, мой мир клоунов. Это, наверное, все это видео. Позволь мне сделать мир клоунов. Позволь мне сделать здесь по-настоящему быстрый мир клоунов. Сюда. Все видео это своего рода мир клоунов, особенно с учетом оправдания, которое ЕС дает в связи с заявлением Вандера Крези. Но позволь мне вкратце показать тебе мир клоунов. Позволь мне поднять его сюда. И это имеет отношение к русскому Макдоналдсу. Так что русский Макдоналдс, который теперь называется вкусная точка, что означает просто вкусно, это ребрендированный русский Макдоналдс. Это Макдоналдс, сбежавший из России. Это новая, новая русская версия Макдоналдса. Вместо того, чтобы дарить игрушки с Хэппи Милл, получи это. Вместо того, чтобы класть игрушки в Хэппи Милл, они будут класть книги. Книги в Хэппи Милл. На самом деле это позитивный мир клоунов, потому что это хорошая идея. Это отличная идея. Вместо игрушек для детей, которые получат Хэппи Милл, они получат книги. Короткие и маленькие книжки, чтобы научить их разным вещам. Так или иначе это так. Дай мне посмотреть, есть ли у меня еще какая-нибудь информация. В качестве подарка каждый детский комбо получит одну из 14 эксклюзивных книг с различными головоломками и лабиринтами издательства Клевр, сообщили в сети ресторанов. Добавив, что книги такого рода способствуют развитию памяти, логики и концентрации внимания детей. Так что, я думаю, можно сказать, что это позитивный мир клоунов, хороший мир клоунов, обратный мир клоунов. В любом случае, это видео, ребята, Дюрант. Местный датком. Мы тоже на Рокфин. Поищи канал Александра. Поищи канал Дюранта. Магазин Дюранта, одну секунду. Магазин Дюранта. Флаг Техаса прямо на этой толстовке Дюранта, скидка 10%, используй код Добрый день. Береги себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова